Снег Снег Довольно пропотомство у меня долги, когда потомкам я дарил усилия, кто потешал бы нашу молодежь, в согласии с веком быть не так уж мелко, в восторге поколения не безделка, на улицах не найдешь. С талантом человеку не пропасть, соедините только в каждой роли воображение, чувство, ум и страсть и юмора, достаточную долю. А главное, гоните действий ход, живее за эпизодом эпизод, подробностей побольше в их развитии, чтобы обладеть вниманием зевак, и вы их победили. Вы царите, вы самый нужный человек, вы маг. Так вот. Вот. Забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе ось. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. Мы бродим по почти безлюдным улицам города, которого больше нет. Там Москва, еще довоенная, не добравшаяся до своих отдаленных окраин, еще не поглотившая их, ушла навсегда. Нам было по 14 лет, когда мы познакомились. Мы оба учились в ФЗУ. 15 ноября 1932 года, смешно, но я почему-то помню эту дату, мы оба пришли поступать в заводской трамп, театр рабочей молодежи. В тот день и началась наша с ним дружба. И вот еще одна дата. 19 мая 1938 года. День создания так называемой Арбузовской студии. Идея написать пьесу самим методом импровизации принадлежала Арбузову. Зямина заявка на роль Вене и Файнберга сохранилась. У меня лежат две школьные тетрадки. Зямин Веня привозит в будущий город футляр со скрипкой. Но, когда его просят сыграть, он молча протягивает левую руку. Средний палец зловещий торчит, не согнутый. В результате несчастного случая Веня лишился возможности продолжать учения в консерватории и играть на скрипке. Это почти мистика. Тяжелое ранение, двухлетнее пребывание в госпиталях, не сгибающаяся нога, казалось, ставили крест на актерском будущем самого Зиана. ПЕСНЯ 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 Знаете, как Герт танцевал до войны? Это повторялось почти каждый вечер в здании на улице Воровского. У Герты была постоянная партнерша. И когда они выходили на блестящий паркет, все пары останавливались и смотрели, как невысокий юноша такое выделывал, что профессионалы завидовали. «Я, как видишь, опять в госпитале», – пишет он мне на фронт в начале 45-го. «Претерпел, брат, десятую операцию. Однако не дамся голым в руки. Фигурально, конечно, а буквально, постоянно. Приходится, черт возьми. В этот присес хочу окончательно долечиться. Надоело все». «Я, в лучшем случае, актер на хромые роли. Но я зол, зубаст и черст. Жду сухих тротуаров, а то на костылях невозможно. Как только повеснеет, уйду из больницы и буду драться. В Галинину, Медель, Валерина, она без. Раз, глаза хрипи. Привяжись к ноге Динамо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, с кто я такой говорить не приходится, на концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткой зрители сразу скажут, что да, это он, это конферансье, я действительно конферансье. Слово это, к сожалению, до сих пор не русское. Слово это зарубяжное. СМЕХ Оттуда. Кстати, о Западе. С удовлетворением могу отметить, что Запад успешно загнивает. Но не будем на этом останавливаться, это, в конце концов, их нравы. Зато мы у нас на эстраде, крепя контакты, расширяя связи, разрабатываем наш отечественный модерн. Сегодняшний день, дорогие друзья, это нейтрон, бимезон, гидрокортизон, поролон и осев-кобзон. Мы с вами живем в эпоху деревянных реек, стекла и бетона. Вот почему на нашей сцене столько деревянных реек, вот почему в нашем юморе столько бетона. СМЕХ Это я шучу. Это была тонкая, элегантная шутка. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда Герд брал в руки куклу, она у нее жила и работала. С мастерами он обсуждал каждую деталь – рычажки, педальки, всякие тяжи, каждый миллиметр тела куклы, чтобы она была как бы продолжением руки. От этого очень сильно зависит игра актера. Если что-то мешает в кукле, уже все мысли идут не туда. Уже монолог существует сам по себе, ты сам по себе, а кукла сама по себе. Герд в этом смысле был педантом. И этой его дотошности можно было только позавидовать. Герда увидела и услышала, когда я окончила в 45-м году 10-й класс, устроили концерт для выпускников московских школ в колонном зале Дома Союзов. И Герд уже в этот момент на эстраде работал с куклой. И первый раз… Нет, не с куклой еще, не правда, не с куклой, а просто пародии делал. И первый раз я его увидела целиком живьем. То есть это был не голос за ширмой? Это был не голос за ширмой, а был артистом. И я потом все время говорила, если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что, так сказать, это твой вот будущий муж… Известный исполнитель египетских тайн – загадочный Дуз Барбухаси. АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Это был, конечно, шок для всех окружающих. Потому что это все произошло молниеносно. И ехали в Ленинград, и Зям сказал, на праздники, значит. Я поехала с ним вместе на машине, о чем объявила маме. Он сказал, знаешь, как так все старопалительно, как-то мне неприятно. Я вышла, Зям меня ждал, и я говорю, он говорит, что ты расстроена. Я говорю, да вот мама так говорит. Он тут же развернулся, сказал, пошли. И мы вошли обратно к нам домой. И были мама, папа и Катя. И, значит, Зям вошел, сказал, познакомился и сказал, я обещаю вам, что я буду вашу дочку жалеть. Там была небольшая паза, он сказал, от этой очень сложной террады я устал, я хочу чаю. Мы сели пить чай, и, ну, 20 минут мы попили чай, и уже мы уходили. И я, значит, задержавшись, маме сказала, я говорю, ну что ты, я стала спокойнее? Мама сказала, абсолютно. Этого артиста зрители обычно не видят, однако восхищаются его талантом. Зиновий Герд – волшебник кукольной сцены. Но мы встретились с ним не в театре Образцова, а в костюмерной Мосфильме. На роль Паниковского он попал случайно и рассказывал об этом так. С Мишей Швейцаром мы знали и любили друг друга с незапамятных времен. И он пригласил меня посмотреть кинопробу Ролана Быкова на роль Паниковского. Какой я артист, можно долго спорить. Но какой я зритель. Я зритель международного класса. Я так хохотал. Хоть столичка смешного, и я валюсь из кресла. Таня не любит со мной ходить в кино или в театр. Говорит, прекрати, веди себя прилично, на тебя все смотрят. Ничего не могу поделать. Так что я очень хохотал. Поздравил Швейцара. Через две недели зовет меня опять Миша на студию. А он для меня приготовил роль бывшего грузинского князя, ныне трудящегося востока Гигиенишвили. Грузина сыграть. У меня в голове тысячи грузинов, и все разные. Хорошо. Потом опять зовет меня, и не по поводу грузина. Он пробует Вячеслава Невимного, очень милого человека, замечательного артиста, на роль Балаганова. А меня он просит вместо Ролана, который улетел куда-то на съемку, произнести текст Паниковского. Одним словом, подыграть. И дали мне канатье, дали тросточку, текста три или пять реплик. Невинные, естественно, волнуются, а я совершенно не волновался. Что мне-то волноваться? Итак, сняли, все, до свидания, спасибо. Славочка, дай вам Бог. Через три дня приходит Миша. Лица на нем нет. У него вообще маловато лица, одни тревожные глаза. Есть такие люди, во всех случаях жизни они надеются только на худшее. Я говорю, что стряслось. Стряслось. Ты это будешь играть. И Быков тоже так считает. К чести Ролана он мне позвонил и полчаса уговаривал, что это должен играть я. Это поступок. Поляковский бежит, Поляковский! СМЕХ Стой, стойте! Ага! Стойте, стойте! Спасите! Бог подаст! Спасите меня! Возьмем, гада! Не надо! Пусть знает в другой раз, как нарушать! Возьмите меня, я хороший! Я больше никогда не буду! Раст птицу! Не могу, я! Раст птицу, говорю! Улыбай! Ну, вы же ничего не понимаете. Вы знаете, что такое гусь? Шейка, ножка, крылышко. Вы знаете, как я люблю гусь? Знаю. Я убиваю его одним ударом, как Тороадор, я его убиваю. Это опера, когда я иду на гуся. Кармен! Перед юбилеем Герта я поехал на рынок и купил живого гуся. Я сказал, Зяма, хватит воровать гусей, пусть у тебя будет свой гусь. Этот гусь важно расхаживал весь вечер среди гостей и перекочевал вместе с Гертом на банкет. Потом они с Таней меня долго корили. Что ты наделал? Ты же понимаешь, что съесть мы его не можем. А жить с гусем, сам понимаешь, невозможно. Мы не умеем за ним ухаживать. Он щиплется. Они долго ходили по пахре и предлагали гуся жителям, пока, наконец, его не взял к себе на полный пансион Червинский, который в это время решил обзавестись курами. Вы знаете, ну, действительно, вот вам так долго говорили, что брось, 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 и вы его бросили. Нам так хотелось вернуть вам его. Так хотелось вернуть. Мы его догнали и привели вам. Зинафий Ильич, долг говорить не буду. Я вас люблю. Спасибо вам большое. Он ваш. Не, 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 не надо. Он ведь не очень любил Паниковского вовсе. Первое, что, ага, Паниковский, да? Ты больше, конечно, фокусника любил, потому что это было интересно. А это правда, что настал такой момент, когда он стал тяготиться театром? Как мы с вами условились вначале, друзья мои, вы сегодня зрители, я сегодня конферансье. Вы сюда пришли отдохнуть, развлечься. Моя же задача состоит в том, чтобы в тонкой, умелой, тактичной форме поднять ваш культурный уровень так, чтобы ни вы, ни ваши близкие этого не заметили. Куда бы мы ни ездили, мы ездим в разные места, в разные города, в разные страны, мы берем разные спектакли, но мы всегда берем с собой необыкновенный концерт. Его любят везде. Мы объехали 400 городов нашей страны. Во всех этих городах мы показали необыкновенный концерт. Мы объехали 23 иностранных государства. Во всех этих государствах мы показали необыкновенный концерт. И в Канаде, и в Америке, и в Италии, и в Индии, и в Англии, и во Франции. Быть может, вы уже знаете, что каждая нация имеет свои национальные признаки. Это я говорю к тому, что сейчас будет глубоко национальный номер. Скажем, француза мы узнаем по прононсу, англичанина по произношению, немца по акценту, соотечественника по выражению. Сейчас выступит латиноамериканское трио «Лос саммучас». Не мне вам рассказывать, чем отличаются латиноамериканские трио. Это, во-первых, зубы, это усы, это баки. Поют они, как это у них принято, на своем родном латиноамериканском языке. Поют самозабвенно, нередко даже заходятся. Ай-яй-яй-яй! Аяяя-яяя! КАМПАНИЯ У Образцова он больше не имел возможности проявлять себя так, как хотел. И уже перерос рамки этого вида искусства. На мой взгляд, условность кукольного театра, его формы и границы давно уже теснили Герта. Поскольку он был человеком огромных возможностей, огромного полета мыслей и фантазий. Вспоминая свою работу Образцова, он мне как-то сказал. В этой стае я пропасся худо-бедно 36 лет. Верой и правдой служил этому чудному делу. Кукольному театру обязан был многим. А сейчас о нем слышать не могу. Ну да бог с ними, я их не сужу. Когда я устаю от пустозвонства Во все века вертевшихся листецов, Мне хочется, как сон при свете солнца, Увидеть жизнь и ей взглянуть в лицо. Незваная она внесла, во-первых, Во все, что стало, Вкус больших начал. Я их не выбирал. И суть не в нервах, Что я не жаждал, а предвосхищал. С удовольствием вспоминаем Наше гостевание у вас. Редкое отрадное пятно, Но довольно безотрадном московском горизонте. Общее впечатление от Москвы мрачное. И все хуже раз от раза. Ты, Зяма, Один из немногих людей в столице, Живущих вне апокалипсиса. Это удивительно, Твое достоинство я необычайно ценю. И хочу учиться у тебя. Ах ты, Боже мой. Прекрасный мой друг, Прекрасный друг он. Милые товарищи. Он захлебывался сумбурным счастьем Общения с людьми. Он неистово любил людей, Близких ему по духу, по сердцу. Он также неистово ненавидел чуждых, Продавшихся, предавших. Иногда Зяма впадал в большой настоящий гнев По поводу чего-то подлого поступка. Вот тут он был беспощаден и неумолим И разрывал отношения немедленно. Но иногда это возникало по недоразумению. Я помню, как мы сидели у нас в большой комнате, пировали, болтали, шутили, смеялись, читали стихи. Я думал, все что-то читают, и я что-нибудь прочту. Прочел и сказал, Александр Блок. Что тут сделала с Зямой? Сначала он затрепетал, как будто его родного дедушку или бабушку обозвали матерным словом. А потом разразился криком. Как Блок? Это Пастернак! А я, слегка вытемши, начал на свою дурную голову с ним спорить. Нет, это Блок. И тут же почувствовал, что неправ. А Зяма уже завелся всерьез. Ноги мои больше не будет в этом доме. Пусть здесь путают Блока с Пастернаком. Конечно, он был прав. Через полторы минуты, за которые я успел проверить свою ошибку, я уже проклинал себя. Осел, кретин, как же я так? Зяма меня великодушно простил. Потрясающее знание поэзии. Никто бы не смог сыграть эту роль Мефистофеля, сочинение поэта Гёте, да еще в каком переводе Пастернака, лучше Зиновия Ефимовича Герта. Он обладал для исполнения труднейшей роли всеми необходимыми качествами. Прежде всего Герт был умен. Дьявольски умен. При этом за имиджем обаятельного Зяма скрывался мощный и весьма неоднозначный характер. Характер сильный и темпераментный. подчас весьма взрывной. И, конечно, юмор. Со всеми его оттенками. От милого простодушия до уничтожающего сарказма и изощренной язвительности. А что ты требуешь в уплату? Сочтемся после. Время ждет. Черт, даром для меньшого брата и пальцем не пошевеленет. Договоримся. Ему дан нрав отчаянные страстки. Во всем он любит бешенство, в размахах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в побыхах. Я жизнь изведать дам ему в избытке и в грязь втопчу. Идин я приду. Он у меня пройдет всю жизнь. Все пытки, всю грязь, ничтожество, всю пустоту. Он будет бить и вдоволь не добьется. Он будет весть. Но он не станет сытым, если бы он не был черту сбыт. Он все равно пропал и не спасется. Вам дьявола играть не надо. А почему? А потому вы человек такого склада, что не сыграть вам сатану. В какой бы форме небывалой и как бы не велась игра, вас выдаст голос ваш лукавый, всегда желающий добра. Певец любимый повсеместно, я крысолов весьма известный, и людям впрямь необходим искусством редкостным своим. Хоть крыс тут водится, дай боже. Да и Харьков как будто тоже. Мне стоит только заиграть. И вам их больше не видать. певец, хваливый повсеместно, я как же деталов известный, под людьми завою и вмиг стихает детский плач и крик. и как мальчишки, и как мальчишки не резвятся, и как девчонки не дичатся, по струнам проведу рукой, и все они бегут за вас. и как мальчишки, для вас готова. Он всегда говорил, что, конечно, надо владеть ремеслом. Должно быть ремесло. То есть и голос, и, соответственно, физика движения и все остальное. А дальше, ну, позиция, он всегда говорил, что надо, чтобы тебе сопереживали, чтобы ты мог вызвать сочувствие. И только сочувствие и дает эффект, так сказать, действия живого. Вот кто убийца. Вы ее убийца. Вы ее убийца. Теперь я понимаю, чьи это козни. Это вам, милостивый государь, ну, угодно ответить искорблением на невиннейшую шутку. Ну, кто, 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 кто поверит в то, что этот ваш немец в здравом рассудке? Надеюсь, вы не будете заставлять нас принимать вас на себя и не станете посещать дом, который вы попытались обесчистить и оборочить. Ой, 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 ой. Тихо, 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 тихо. Какой еще здесь змея подколодная? Предатель! Убийца! Змея, прегрятая, на хруте. Тихо, тихо, друзья мои. Я думаю, что он и любим-то, вот, людьми от того, что у него при всем его, как он говорил, глубоко легкомыслие, он себя называл, он говорил, я глубоко легкомысленный человек. Была линия жизни очень, ну, качественная, чистая, понимаете? Ну, что, ФЗУ, слесарь-электрик, строительный трополитен, в это время Трамп, артист, война, фронт. Он, ведь все, кто воевал, война для них одно из таких моментов, ну, какого-то осмысления жизни, понимания и очень много значения. Субтитры создавал DimaTorzok Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года, как чемоданы, оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам храниться поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень, до синего налива. Дым, облако и птица летят неторопливо, ждут снега. Листопады недавно отшуршали огромно и просторно. В осеннем полушарие, и все, что было зыбко, растрепано и розно, Мороз трепил слюною, как ласточкины гнезда. И вот октябрь на свете, огромный, просветленный, И кажется, что город стоит незаселенный. Так много сверху неба, садов и гнезд вороньих, Что и не замечаешь людей, как посторонних. Ах, как я поздно понял, зачем я существую, Зачем гоняет сердце пожилым кровь живую, И что порой напрасно давал страстям улечься, И что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Знаете, в ваши годы я тоже был счастлив. Было огромное счастье. А потом оно как-то уменьшалось, уменьшалось, Уменьшалось и стало совсем маленьким, маленьким. Как камень в почке. Наш капельмейстер заметно слабеет. Что-то у него не в порядке. Воссоздай, возверни жизнь мою, Но ясней и короче. Слей в единую ночь мои ночи, И в единственный день мои дни. День единственный, долгий, единый. Ночь одна, что прожить мне дано, А под утро отлет лебединый, Крик один и прощание одно. Дайте мне слово, что вы никогда не получите инфаркта. Даю. Никогда. Ни за что. Я буду жить вечно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok